МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает информационная программа Котловского объединения телевещания. Здравствуйте! Я, Роман Оверщук, и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях пятницы 8 сентября. Сегодня на базе Ватца-парка состязались в профмастерстве работники лесного хозяйства. В конкурсе приняли участие три десятка команд, представляющих лесничество из разных уголков Поморья. Наш девиз прыгает дальше всех вперед и команда приз возьмет! Емецкие кузнечики, лесные хранители из Шенкурска, стражи абазерских лесов, эко-десант из Каргополя. Котловскому району впервые выпала честь принять участников соревнований сотрудников лесного хозяйства. Они проходят уже в шестой раз в канун профессионального праздника лесников. Организатор Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Направлены они прежде всего на повышение престижа профессии лесных отраслей. И, конечно же, это повышение профессионализма, это обмен опытом, это возможность пообщаться. Значит, ведь здесь представители всех лесничеств, всех районов области. Котловск сейчас принимает гостей, тех, кто хранит природу везде. Масштабная проверка профмастерства сотрудников лесничеств стартовала с презентации сборных, после чего конкурсанты устремились на этапы, дисциплин 12 среди которых качество создания лесных культур, запаса лесных насаждений, пород деревьев по спилу, глазомерное определение высоты и диаметра деревьев. Это постоянно в нашей работе есть, мы проводим глазомерную таксацию и таксацию с использованием приборов, значит, поэтому мы легко справились, заработали 10 баллов, без всяких штрафных баллов, все у нас хорошо. Подробнее о конкурсных испытаниях, а также призерах региональных состязаний лесных хозяйств смотрите в нашей программе в понедельник. Сегодня стали известны итоги других состязаний. Первенство Европы по кикбоксингу. Их победителем стал котлашанин Егор Харченко. Сейчас чемпион находится в Македонии, там проходили соревнования и ждет церемонии награждения. Она назначена на завтра, но уже сегодня своими первыми впечатлениями от заслуженной победы Егор поделился с Котловским объединением телевещания. Было сложный вес держать, почти полгода. Получается, у меня было 6 победников. Жерезовка такая гладкая, что меня сразу на лицо начинал. Я провел два боя из них. Путевку в полуфинал, миновав отборочный тур, Егору Харченко дал статус чемпиона мира. Его он взял два года назад. Сейчас котлашанин взял новую высоту. Самым сложным, признается, спортсмен стал первый бой. Его соперником был молдаванин. В финале конкурента из России Егор уложил быстро. Отметим, всего в чемпионате Европы по кикбоксингу приняли участие более полутора тысяч спортсменов. Из Италии, Ирландии, Грузии, Германии, Франции. Егор Харченко защищал честь не только родного города. Котловский парень входил в состав российской сборной. Сотрудники регионального ФСБ перекрыли канал поставки кадрофактного алкоголя из Москвы. По информации оперативников, архангельский бизнесмен планировал реализовать продукции почти на 4 миллиона рублей. По версии следствия, предприниматель поставлял в Архангельск крупные партии алкоголя популярных брендов. А реализовывал их через мелкие торговые точки по всей области. Оперативниками из незаконного оборота изъято более 10 тысяч литров поддельной алкогольной продукции. Она направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 9761 находится бомба. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. В школе 9761 находится бомба. В Котласе идет сбор средств для 11-летней Ирины Шумовской, которую в мае сбил тепловоз. Девочку готовят к очередной операции. В питерской клинике ее ждут уже в конце сентября для установки имплантов, необходимых для защиты головного мозга. Трудно поверить, что каких-то несколько месяцев назад эта хрупкая девочка находилась в коме. Ходить и говорить тоже пришлось учиться заново. Такой рывок на пути к выздоровлению Ирина сделала благодаря медикам, своим родным и неравнодушным людям, которые помогали семье все это время. Но вычеркнуть из памяти тот роковой день не получается. Всего пары секунд не хватило 11-летней девочке, чтобы пересечь рельсы, либо увернуться от надвигающейся смертельной опасности. Он не гудел, ничего не делал. Он просто подъехал близко ко мне. И уже я слышала, как он едет и побежала вперед. Неправильно среагировала. А потом в бок, а он меня подхватил. От удара тепловоза девочку отбросила на насыпь. Здесь ее и нашли случайные свидетели. Так Ирина попала в реанимацию. За плечами пострадавшей школьницы уже три операции, в том числе трепанация черепа. Ее вместе с котловскими врачами проводили областные специалисты. Девочку спасли. Сейчас ей требуется еще одно оперативное вмешательство – пластика дефекта черепа. Вместо утраченной кости по квоте, то есть бесплатно, семье предложили установить титановые пластины. Но родители отказались. Рисковать я не могу до такой степени, потому что их нужно будет менять. Мозг, не мозг, а череп будет расти еще на полтора сантиметра у нее до 21 года. Соответственно, она будет менять эти импланты. Мы не можем этого позволить. То есть это еще несколько раз операция, снова трепанация и все. Альтернативный вариант, который семье Шумовских предложили специалисты Санкт-Петербургской клиники – пластина из гидроксиапатита. По их мнению, такие импланты на 90% имитируют костную ткань человека и растут вместе с черепом. В клинике она проведет 12-14 дней. Ждем мы ее в конце сентября, я так думаю. Потому что имплант у нас заказан в середине августа. Изготовление его примерно от месяца до полутора. На сегодня готова 3D-модель. Уже она согласована, 3D-модель. Учитывая такой еще нюанс, что обширный дефект, в связи с тем, что дефект настолько обширный, то будет импланта два. 1 миллион 260 тысяч рублей. В такую сумму обойдется установка имплантов. 760 тысяч уже собраны и отправлены заводу-изготовителю. Для проведения операции не хватает еще полмиллиона. В ожидании девочка учится на дому и не перестает рисовать. Эскизы для будущих нарядов. Я хочу открыть свой магазин, чтобы всем людям дарить такую красоту. До сих пор опасной дорогой, по которой в тот злополучный день шла Ирина Шумовская, продолжают ходить и другие дети, живущие на улице Ломоносова. Путь до перекрестка с Володарского не менее опасен. Тротуара здесь нет. И, как нам пояснили в управлении городского хозяйства, в ближайшее время не будет. Пешеходы вынуждены ходить вдоль проезжей части. Когда начнутся дожди, начнется зима, то есть убирать, как будут снег, счищать его. Детям придется или ползти по сугробам и по грязи, по коленам в этом всем. Либо искать другой какой-то вариант. Есть вариант, конечно, вот железная дорога, где уже пострадал ребенок. Есть еще один вариант – пройти дальше. Но там тоже очень грязно. Тем временем расследования по факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных путях продолжаются. Сбором доказательств занимается Архангельское следственное управление СК России. Архангельская область на пороге единого дня голосования. В это воскресенье, 10 сентября, жители Поморья выберут 333 депутата и одного главу района. В единый день голосования в регионе пройдут выборы депутатов представительных органов в 10 муниципальных районах, 4 городских округах, 9 сельских поселениях. Борьба за пост главы пройдет в поселке Куликовское Красноборского района. Агитационная кампания стартовала с 12 августа. Сегодня у кандидатов всего их около 900 – последний день саморекламы. Досрочное голосование проводилось в помещениях территориальных избирательных комиссий с 30 августа по 5 сентября. И таким правом воспользовался 701 человек. Курс на развитие НКО. 17 проектов общественных организаций Архангельской области вошли в число победителей грантов президента России на развитие гражданского общества. Сегодня их авторы делились опытом с коллегами, поскольку в конце сентября завершается прием заявок для второго тура федерального конкурса. Среди победителей проекты, направленные на поддержку материнства и детства, развитие инклюзивной среды для детей с особенностями развития. Общая сумма средств, которые получат победители, почти 33 миллиона рублей. И эти все средства будут направлены как раз на решение разных социальных задач. Но если говорить о нашей организации, мы тоже в числе победителей. И наш проект будет нацелен на то, чтобы помочь некоммерческим организациям работать еще эффективнее. Кстати, благодаря президентским грантам в нашем регионе развиваются ресурсные центры, которые помогут молодым некоммерческим общественным организациям готовить проекты и будут выполнять образовательные функции. Свою поддержку окажет и правительство региона. Сегодня губернаторам поставлена задача по всем выигранным проектам определить кураторов в виде исполнительных органов государственной власти для того, чтобы по направлениям деятельности оказать поддержку в реализации данных инициатив. Напомню, привлечение некоммерческой организации в сферу социальных услуг – это одна из инициатив президента России. Архангельская область ее успешно реализует. В рейтинге проектов Северо-Западного округа, получивших федеральную грантовую поддержку, наш регион опередил только Санкт-Петербург. В Архангельске во время раскопок в Петровском сквере нашли фундамент Голицынской беседки, больше известной как беседки Грина. Об этом на брифинге прямо на месте рассказали исследователи вместе с представителями фирмы подрядчика по благоустройству сквера. В Петровском парке проходит реконструкция и благоустройство территории. Специалистами уже проведены историко-архивные работы с документами и фотографиями прошедших лет. На месте идут археологические раскопки. По словам ученых, они находят предметы быта конца 19-го, начала 20-го веков. Но их не так много. Были найдены остатки от курительных принадлежностей, голландских трубок, мундштуки в основном и одна чашечка, костяные ручки от столовых приборов. К благоустройству Петровского сквера избран реставрационный подход, так как место историческое. Проектирование сквера специалисты завершат к концу октября, после чего здесь начнутся работы. Сквер делится, ну у нас сейчас пока принципиально, делится на три части. То есть две части будут относиться к 60-м годам 20-го века. Одна часть будет стилизована, которая в общем-то и частью сквера не является, это в основном бомбоубежище, это наше предложение, будет стилизована под начало 20-го, ну конец 19-го, начало 20-го веков. То есть в этой части мы, в старой скажем так, будет расположена беседка, лестница, фонари освещения стилизованы под это время, ограда. Дальше там будут разбит светник, дорожки и поставлены скамьи, стилизованные опять же под начало 20-го века. Когда реконструкция будет завершена, в Архангельске появится еще одно воссозданное историческое место отдыха, часть Михайловского бульвара у Северной Двины. В Национальном парке «Русская Арктика» подвели итоги туристического сезона. По сравнению с прошлым годом поток желающих побывать за полярным кругом увеличился на 20%. Тур-сезон длился три летних месяца и в этот раз в Арктике побывали 1142 человека из более чем 40 стран мира. Не отпугнула туристов и неустойчивая погода. Лето на арктических архипелагах началось намного позднее, а средняя температура была ниже нормы. Помимо флоры и фауны, привлекательным моментом являются исторические объекты. То есть это места, где были первооткрыватели. То есть экспедиции и 19-го века, и начала 20-го века, советские полярные станции. И вот у нас центр, бухта Тихая, советская полярная станция, которая стала центром туризма. И она будет дальше развиваться. И вот в планах как раз создание уже настоящего визит-центра для посетителей. Всего за шесть лет работы нацпарк «Русская Арктика» посетили свыше пяти тысяч туристов. На 77-м году после продолжительной болезни ушел из жизни любимый муж, папа, дедушка, потопляк Петр Юрьевич. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в объединении медтехника. Прощание с Петром Юрьевичем состоится в субботу, 9 сентября, с 11 до 11.30 в ритуальном зале Котловской городской больницы. На сегодня это все. Адрес редакции Котловского объединения телевещания «Ленина-60» напротив Горбатого моста. Приятного вам завершения вечера и результативных выходных дней. Увидимся! Чем живут наши дачники? Что растет у них на огороде? Какие есть домашние животные? Кто лучше всех? Кто красивее? Приглашаем всех дачников в наш новый телепроект «Битва за урожай». Для участия необходимо сфотографировать, снять самостоятельно или пригласить нашу съемочную группу на свой дачный участок. Загрузить фото или видео в группу ВКонтакте «Битва за урожай Котлос». Лучшие работы получат призы. Подробности по телефону 8-953-265-5070 или по адресу «Ленина-60», телекомпания «Кот». Она творила, любила и была любима. Проникновенный спектакль – исповедь легендарной Асидоры Дункан о своей жизни. 14 сентября в 18 часов на сцене Котлосского драматического театра. Билеты уже в продаже. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин В студии керамики «Стека» продолжается набор детей и взрослых. Запись по телефону 8-900-916-0805 или по адресу город Котлос, торговый центр «Арена», третий этаж, художественный салон «Квад Арт». Центр боевых искусств и детская и юношеская спортивная школа приглашают взрослых и детей от 6 лет в группы универсального боя и самбо, а также мальчишек и девчонок 4-5 лет на тренировки общей физической подготовки с уклоном единоборств. Звоните прямо сейчас! Распродажи меховых изделий из города Кирова. 9 и 10 сентября на втором этаже ТЦ «Радуга», город Котлос. 11 сентября в Вычигодском ДК. 12 и 13 сентября в молодежном центре «Родина», город Коряжма. Сенсация! Компания «Шикарные двери» представляет глобальные скидки до 40%. «Шикарные двери» ТЦ «Южный», ТЦ «Рубин», «Фрунзе-11», а также в Коряжме «Надыбцина-2». «Шикарные двери» открывайте с любовью. Для любимых садоводов в отделе «Цветочный дворик» большое поступление луковичных цветов, азимого чеснока, сидератов, осеннее удобрение, средства для обработки букеты на любой праздник, скидки, доставка цветов. Дорогие садоводы, приглашаем вас в «Цветочный дворик» торгового центра «Адмирал». У нас еженедельное обновление, ассортимента, много модных новинок. Найдется все, чтобы выиграть битву за урожай. Компания «Котловская страна» – это готовые коммуникации, инфраструктура и экология в Новом Шипицыно. Это простор, отдых и рыбалка в Княжево. У нас все по закону. Есть все необходимые технические условия. У всех жилищных комплексов удобное расположение. Можно использовать материнский капитал. Телефон 960-007-2727. Ждем вас в Праге. Офис номер 7. «Котловская страна». Реально. Доступно. Сейчас. «Четыре лапы» – это современный ветеринарный кабинет, УЗИ, рентген, лабораторные исследования, операционное. Кроме того, «четыре лапы» – это уютная гостиница для животных, где под чутким присмотром они проводят время, пока хозяева в отъезде. А также «Грумин-салон» для милых лохматиков. Здесь профессиональные мастера сделают из вашего любимца звезду в своей породе. Центр «Четыре лапы» находится в Котласе по адресу Кедрово 10. И, конечно, «Четыре лапы» – это огромный магазин товаров для животных на первом этаже торгового центра «Адмирал». Широкий ассортимент кормов, аксессуаров, одежды и многого другого. А также здесь можно заказать и купить лохматых, хвостатых, ползающих, плавающих, летающих представителей фауны. «Четыре лапы». Пожалуй, все лапы ходят к нам. Здравствуйте! О погоде на ближайшие дни расскажу вам я, Елена Милаева. Наш прогноз выходит при поддержке медицинского диагностического центра «Просвет». Цифровой маммограф в медицинском центре «Просвет» появился в декабре 2016 года. Это современное оборудование, которое по диагностическим возможностям в разы превышает пленочный маммограф. При цифровом методе рентгеновские лучи проходят через молочную железу, попадают на специальную матрицу, которую потом распознает компьютер. Появляется возможность разглядеть тончайшие структуры тканей, выделить и увеличить подозрительные участки с возможной патологией. У цифрового маммографа лучевая нагрузка на организм значительно ниже, чем у пленочного. Результаты исследования по необходимости запишут на компакт-диск или распечатают на пленке. Данные цифровой маммографии можно отправить в любую клинику мира без потери качества и информативности. Пройти исследование на цифровом маммографе в медицинском центре «Просвет» можно по предварительной записи. По луне, я благодарю, в ближайшие дни наступает благоприятное время для проведения различных финансовых операций. Это значит, можно отправляться в магазин «Эксидом» и создавать дизайн-проект 3D в вашей будущей ванной комнате. Увидеть ванную комнату после ремонта, даже еще не приступая к работе, это реально. Заранее распланировать помещение, подобрать цвет, рассчитать необходимое количество материалов, поможет 3D-дизайн. В магазине «Эксидом» при заказе плитки вам бесплатно разработают интерьер ванной и помогут определиться с окончательным выбором. Вы заранее будете знать, что все делаете правильно. «Эксидом» предлагает керамическую плитку и керамогранит от ведущих производителей и огромный выбор цветов, фактур, размеров. Доставка в течение недели. Котлас 7-го съезда Советов 160, телефон 23520. «Эксидом» ремонт с максимальным удовольствием. Ближайшие дни в городе без особых изменений. Пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 8 градусов. Ночные часы плюс 4. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Удачи во всех делах. Увидимся совсем скоро. Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию. «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат» 2-й этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова